Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Недавно мой гость пережил пятичасовую встречу с Иисусом. Он изменит ваше понимание христианства. Смотрите далее. Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Здравствуйте. Мой сегодняшний гость уже несколько раз приходил к нам на передачу. Но я должен сказать об этом. В 92-м году он пошел по своим делам к дантисту и умер на кресле дантиста. Он отправился на небо и вернулся со сверхъестественным знамением, чтобы показать скептикам, что он действительно был на небесах. Он играет на 14 музыкальных инструментах. А до того, как побывать на небе, он не играл ни на одном из них. Итак, 14. Понадобится целая жизнь, чтобы научиться играть на 14 музыкальных инструментах. Наверное, ты сам в шоке от того, что можешь играть. Да, это было удивительное подтверждение. На самом деле, я работаю сейчас над 15-м. Ты услышал голос. Бог сказал, что его голос слышен в тайном месте. Все хотят слышать голос Божий. Но что же это за тайное место для тебя лично? Поведай нам. Я понял, что на самом деле тайное место находится в тронном зале Божьем. И оно находится рядом с херувимами. По бокам от Бога находятся херувимы, которые прикрывают себя крыльями. Они огромные. Это похоже на престол милости из Ветхого Завета, который накрывал Ковчег Завета. Если вы окажетесь в тени Всевышнего, где находятся эти крылья, то это ваше жилище. Там нет преград, нет болезней, нет других голосов, кроме голоса Божьего. Это и есть тайное место. Нам дали доступ к Иисусу Христу. Мы можем сидеть с Ним на небесах. И я хочу сказать, что благодаря Иисусу Христу всем нам обеспечено место там. Иисус сказал, «Я приобрел это место для вас. Это небо на небесах для вас. Вы можете прийти сюда в любое время и сесть со мной. Вы можете услышать голос Божий и взять его с собой. Вы можете знать мою волю и делиться ей с другими. Вот что мы должны делать в молитве. Можем ли мы буквально ощутить, когда оказываемся в тайном месте, то, что ты ощутил, когда умер и попал на небеса? Вне всякого сомнения, Сид, я сам был в таком положении. Когда это случилось со мной, я попал в то место. Я понял, что все мы должны знать это место. Оно должно быть нашим домом. Мы должны пребывать там. Дьявол не может попасть в то место. Вот почему мы должны быть там и слушать Божий голос. Мы должны быть там. Когда я слышу о тайном месте, то представляю себе место, в которое иду молиться у себя где-нибудь дома. Но ты говоришь, что это лишь только начало нашего пути. Знаешь, Сид, на самом деле мы посажены с ним на небе. Об этом говорится в послании Ефесиным и Колоссиным. Именно из такого положения мы и должны молиться. Мы должны молиться так. Мы должны молиться с небес на землю. Мы должны приносить с собой то, что есть там. Приносить на землю Царство Небесное. Мы должны делать это силой. И именно так я и поступаю в молитве. Я требую, чтобы Царство Божие было на земле, как на небе. Это и есть молитва для меня. Для меня молитва — это трансформация. Это значит, я переношу что-то из одного мира в другой. Я вижу ответы на свои молитвы, потому что видел их на небесах. Это и есть настоящая вера. Это ожидание того, на что мы надеемся, и уверенность в невидимом. Это легко. А вот в чем проблема. Нам не три года. Да, но мы должны снова стать такими, как дети. Сейчас всемирная система стала очень запутанной. Мы не были созданы такими. Мы не созданы для того, чтобы жить в разбитом мире. Мы должны помнить об этом. Мы были искуплены в духе, но нам нужно, чтобы наша душа и тело соответствовали нашему духу. Как звучит голос Бога, как голос любящего Отца. И это укрепляет. Как говорит Псалом 138, он знает наше будущее и прокладывает путь к нему. Он просит, чтобы мы шли к своему будущему, которое для него настало уже сейчас. Нам нужно изменить свое мышление. Наша душа нуждается в преображении, обновлением ума. Это происходит с помощью Божьего Слова. Павел говорит нам об этом в послании к римлянам 12 главе. Вот что мы должны сделать. Кроме того, мы должны сказать своему телу, как он говорил Коринфянам, «Я ежедневно дисциплинирую свое тело, чтобы, проповедуя Христа, самому не оказаться изгоем». Иными словами, ваше тело и ваш разум могут управлять вами, но вами должен управлять ваш дух. Мы рождены свыше, мы новое творение, и поэтому Бог общается с нами в духе. Он дух, и поэтому он общается от духа к духу. Это ключ. Сейчас звучат множество голосов, но мы должны прислушиваться лишь к одному — главе нашей веры, нашему Отцу и Духу Святому. Они обращаются к нам, потому что они в нас. Бог находится внутри нас, это упование славы. И это важно для всех. У нас есть короткое время перед тем, как нас ждет новое испытание, и мы должны услышать голос Божий. Я видел, как ты со своей женой молился на иных языках на протяжении множества часов. Почему ты так долго молишься? Потому что я увидел на небесах, что молитва в духе связывает нас с книгами судьбы. Дух Божий берет нас и помогает нам ходатайствовать о совершенной воле Божьей для нашей жизни. На небесах есть книги, и Бог видит их. А ангелы воплощают эти книги в нашей жизни. И я соглашаюсь с ними каждый день. Сид, я советую всем поступать так и молиться в духе, потому что так мы открываем страницы наших книг, и наш дух провозглашает то, что задумал Бог. Я не могу дождаться, когда вы услышите о пятичасовой встрече Кевина с Иисусом. Она случилась не так давно. Это полностью изменит вас. Это изменит вас навсегда. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Кевин, я видел, что ты выглянул наружу, на что ты смотрел во время перерыва. Я увидел, что мир, к которому мы привыкли, изменится и станет темнее. Но потом я увидел, что в нем откроется великий свет. Я увидел, что в следующем году будет прорыв, и что эта передача станет частью в донесении послания небес, которое Иисус имеет для нашего времени. И это послание звучит так. Поднимите глаза, потому что ваше искупление близко. Он готовит свою невесту. Вот что происходит сейчас. Это послание надежды. Бог не оставит нас. Он с нами в силе. Он дал нам инструменты на земле, чтобы принести его царство и справедливость в этот мир. Раз уж мы заговорили об инструментах, то я хочу спросить тебя, зачем ты выслал мне четыре диска своего недавнего пятичасового посещения? Почему ты выслал их мне? Во-первых, когда это случилось, я решил, что там слишком много информации для того, чтобы обсудить ее всю. Но Господь попросил меня задокументировать то, что я запомнил. И поэтому я сделал набор из четырех дисков. И когда я закончил его, Он сказал, отправь его Сиду. Он сказал, я хочу, чтобы мир знал, что случится, и как мы можем быть мудрыми девами, которые будут готовы. Это необходимо для того, чтобы Отец прославился через все это. Я должен сказать, что одна из моих любимых книг Библии это послание к Ефесинам. Сам Иисус помогал тебе разобраться с посланием к Ефесинам. Как это было? Да, Он дал мне план, который Он подготовил для человечества. А потом Он дал мне план для тела и церкви. Он сказал, что церковь не переживет на себе падение врат ада. Иными словами, сатана не сможет преодолеть церковь. Он сказал, в это время подготовки ты должен учиться тому, что видел на земле. будь готов, потому что это наступит вскоре, и в этот раз это не будет испытание. В этот раз пять мудрых дев будут готовы. Он сказал, сконцентрируйся на этом. А затем Он рассказал мне о церкви, о теле, о пятикратном служении. Он рассказал мне о том, что мы должны делать сейчас, как мы должны назидать друг друга в единстве. Пророки должны говорить от огня, а апостолы должны быть отцами, которые рождают нас и готовят нас к зрелости. Он сказал, чтобы мы перешли от молока к мясу. Вот чего желает Иисус. Павел говорил об этом. Он желает, чтобы мы питались мясом, а не молоком. Кроме того, Он сказал, мне надоели теплые христиане, Кевин. Это сказал Иисус. Он посмотрел на меня с огнем в глазах и сказал, мне надоели теплые люди. Он сказал, ты должен быть сверен и возносить меня. Я хочу, чтобы ты защищал меня и Отца перед миром, потому что мы не делаем те ужасные вещи, которые происходят сейчас на земле. Есть люди, которые говорят, что это суд. Они говорят, это Иисус с мяшкой. Они говорят, что это суд над людьми со стороны Бога. Но что тебе сказал Бог? Бог сказал мне, что пятикратное служение должно обращаться к телу, назидать его, чтобы оно было в единстве и могло эффективно свидетельствовать, потому что грядет огромный урожай. Вот что мы должны делать. Он сказал мне, что мир уже проходит через суд. Тот, кто отверг Бога, проходит суд прямо сейчас. Но Он сказал мне, что народ Божий не будет судим, если он сам будет судить себя. Он попросил меня поделиться этим посланием и этими дисками. И если мы будем судить себя, то не будем судимы с миром. Вот что происходит сейчас. Он сказал, что разделение уже началось. Ты говоришь, что мы должны защищать Бога, защищать Отца перед людьми, потому что Ему приписывают то, что делает дьявол. Люди ведь полностью перепутали Бога и дьявола местами. Скажи, разве я не прав? Да. Иисус говорит, что они одурачены врагом дьяволом. Он сказал, что мы не должны иметь ничего общего с этим. Он сказал, что это происходит потому, что Бог этого мира создает ложное представление о благом Боге, который любит людей. Он сказал, Кевин, мы с Отцом любим людей. Мы бы никогда не сделали этого. Мы хотим, чтобы все попали на небеса. Вот что Он сказал мне. Он дал мне надежду. Он попросил меня донести это послание миру. Вот почему я связался с тобой. Расскажи мне об этом. Господь сказал тебе, что наступит великое разделение в церкви, и оно будет включать в себя и сверхъестественное. Да, я увидел, что религиозные козлы будут отделены от овец. И это люди, которые противятся сверхъестественной силе воскресения Иисуса Христа. И это будет настолько очевидно, что люди разделятся. Козлы упрутся и скажут, нет, у нас такого не будет. Также будет небольшой остаток, который примет силу Божию и пойдет с ним. Эти люди будут творить чудеса и знамения. Именно среди них будет обитать слава Отца на этой земле. И она уже здесь. Мы должны приготовиться к этому последнему времени. Я говорю сейчас эти слова для каждого. Ты показывал пророчества обо мне и говорил о том, что люди будут переживать встречи с Иисусом и полностью меняться. А теперь расскажи об этом подробнее. Да, за ночь. Как только они лягут спать, Иисус сказал, что поскольку сейчас все заняты и живут в страхе, Он будет посещать их ночью. Он сказал, я покажу им, что я хороший Бог. Я покажу им их будущее, дам им планы. А потом их ждет ангельская помощь. Все это будет происходить ночью, пока их разум не занят. Он сказал, что когда они проснутся, то станут другими. Он обещал, что это будет происходить везде. Это будет происходить не только духовно, но и телесно. Ведь так мне очень интересно. Да, я скажу тебе нечто. Иисус сказал, если мне придется продлевать жизнь человека до 120 лет, чтобы исполнить то, о чем я сказал. Я сделаю это. Он может сделать все, что захочет, с теми, кто прислушивается к его словам. В Евангелии от Иоанна сказано, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Вот к чему мы подходим сейчас. Мы подходим к временам, когда люди, слышащие голос с Господа, будут повиноваться. Если мы действительно любим Его, то Он придет и будет жить с нами. Он может дать нам все, о чем мы просим в молитве. Если мы действительно любим Его и повинуемся Ему, то получим все, о чем просим. Иоанн говорит об этом в 15 главе. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Грядут дни, когда верующие будут переживать больше встреч с Господом ночью, чем днем. Днем они будут ходить и служить людям. Сид, начнут происходить чудеса. Это будут обыкновенные верующие. Я не говорю об апостолах, пророках, пастырях, учителях. Иисус сказал мне, я хочу, чтобы верующие ходили в этом, а не только представители пятикратного служения. Что случится с этими церквями, в которых больше тысячи человек? Возможно, их пастырь и наполнен духом. Но он не знает о делах сверхъестественного. Возможно, старейшины скажут ему, что он должен делать это, чтобы получать свою зарплату. Что случится с такими мега-церквями? Иисус сказал, что дух будет шептать людям, и они будут слышать его голос. Они будут знать истинный голос Божий. Они уйдут от всего этого. Они покинут все эти места и отправятся туда, где позволяют двигаться Духу Божьему, где принимают спасение, исцеление, избавление, и где Бога представляют как доброго Бога, который обеспечил нас всем необходимым для жизни и благочестия в этой жизни. Все это стало доступно через Иисуса Христа. Иисус будет вознесен. Но нас ждет миграция. Овцы увидят религиозный дух. И они уйдут. Ты говорил, что тебе сказали, что есть короткое время для того, чтобы подготовиться к тому, что ждет нас впереди. А что же именно ждет нас впереди? Да, Иисус сказал мне, что у всех должен быть елей в лампах. Вы должны быть готовы. Вы должны научиться на том, через что прошли. Он сказал, враг пытается изменить все, что связано с выборами в этой стране осенью. Он попытается это сделать. То есть у дьявола есть план и у Бога есть план. И вопрос в том, смогут ли люди, которых поставил Бог, провозгласить вслух, да будет царство Твоем на земле, как и на небе. И вопрос в том, смогут ли они выполнить свою работу или напугаются и сделают работу дьявола. Вот что я слышу в этом. Но он также сказал, что будет война за праведность. Сейчас идет война против праведности и справедливости. Вот что мы видим. Это связано с бунтом и колдовством. На поверхности нам может казаться, что вопрос в той или иной стороне, в том или ином президенте. Но на самом деле все связано с праведностью. Это демоническая атака. Бесы знают, что они вскоре потеряют свою твердыню. А вот что происходит сейчас. Иисус сказал, передай верующим, что настало их время сиять. Они не должны молчать. А вот что Он сказал мне, голосуйте на небе и голосуйте на земле. Почему это так важно? Под голосованием на небе ты имеешь в виду, провозглашайте «Послание небес», а не «Послание дьявола вслух». Да, Он сказал, используйте свою силу, чтобы связывать и разрешать. Он сказал, обратись к корню зла в этой стране и в этом мире. Обрежь этот корень. Тогда бесы не смогут больше использовать этих людей. Мы можем обратиться к корню, и тогда мы увидим, как люди потеряют свое влияние. Зло не будет обладать таким же влиянием, как раньше. Я верю, что они будут молиться. Но если они будут молиться и голосовать, то все равно будут последствия, как это было с коронавирусом. Некоторые не могли купить туалетную бумагу. Здесь же мы говорим о еде или воде. Что Бог сказал тебе сделать? Он сказал, что снова будет проблема с обеспечением. Он сказал, чтобы у меня было достаточно припасов для того, чтобы поделиться с другими. Мы уже сделали это, мы готовы. Он также сказал мне, чтобы верующие были готовы, чтобы у них было достаточно, чтобы они могли помочь другим. Он желает, чтобы мы сказали людям, что наш Бог-Отец – хороший Бог. Он не делает этого. И мы можем помочь им с припасами, а также сказать, что Иисус Христос есть путь и истина, и это будет на Рождество. Но ты говорил, что в это время верующие будут процветать. Объясни, пожалуйста. Да, Он объяснил мне это. В Ветхом Завете есть место под названием Гесем. Это была местность возле Дворца Фараона. Это было место, где жили рабы-евреи. Но если посмотреть, то язвы коснулись Египта лишь в других районах. Эти язвы не сошли на Гесем. У них светило ясное солнце, все было хорошо. Фактически, Господь запустил проект Гесем. Он сказал, теперь верующие не будут участвовать в этом. Если они мудры и слышат, что говорит Дух Божий, если они нетеплые, то увидят это. Сид, Он сказал мне, чтобы люди покаялись, верующие люди. Он сказал, чтобы все, как верующие, так и люди в мире, покаялись и обратились к Богу. Он сказал, я услышу их с небес и отвечу им. Но Гесем — это и есть тайное место. Там ничто злое не может прикоснуться к нам. Именно поэтому вы должны быть в близких отношениях с Богом. Кевин, у тебя слишком много информации. В расширенном выпуске этой передачи Кевин расскажет подробности о следующем вирусе из Китая, который будет намного хуже, если только... А вот какая точная информация есть у Кевина, вы можете посмотреть в нашем расширенном выпуске. Чтобы увидеть его, заходите на сайт, адрес которого указан на экране. sidrot.org, касая линия, Кевин. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Sidrot нашел ключ к достижению еврейского народа Божией любовью. Новое человечество откроет доступ Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамениях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Вы узнаете об Израиле и еврейских корнях церкви. Заходите на наш сайт сегодня. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, я Джонни Инлоу. На первых этапах пандемии коронавируса я поделился пророческим словом. Чтобы не случилось в ближайшие часы и дни, все должны быть спокойны. Это конец мира, к которому мы привыкли. Мне не терпится рассказать вам об этом. Присоединяйтесь ко мне на следующем выпуске передачи «Это сверхъестественно» с Сидом Ротом, и узнаете все. Молитва Молитва – это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым, и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ ISN, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» — Сидорота. Всего за последние 20 лет мы обнаружили более тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы. В пределах одного только Млечного Пути есть сотни миллиардов звезд, а в обозримой Вселенной можно насчитать порядка сотни миллиардов галактик. Звезд в космосе больше, чем песчинок на всех вместе взятых побережьях Земли. Каждую секунду появляется еще около 48 новых звезд, а в мозге человека насчитывается порядка 86 миллиардов нейронов. Если вы соедините все ячейки ДНК в вашем теле в одну цепочку, ее длина составит около 55 миллиардов километров. Это расстояние сопоставимо с расстоянием до Плутона и обратно, помноженным на 6. А если составить цепочку из клеток крови обычного человека, то ее длина составит порядка 100 тысяч километров. Столько километров вы пройдете, если обойдете Землю два с половиной раза. Скорость, с которой нейронные импульсы идут от мозга, составляет 400 километров в час. Такую скорость не развивают даже гоночные автомобили. Если бы мозг был компьютером, он бы выполнял 48 тысяч триллионов операций в секунду. Сейчас самые современные суперкомпьютеры имеют показатели, равные 0,002% от этой скорости. Мы хотим предложить вам одну хорошую книгу, которая поможет вам ответить на многие вопросы. Молитва — это важная составляющая доступа ко всем Божьим обещаниям и благословениям. Ежедневная молитва на данном вам Богом языке очень важна. Мы представляем вам совершенно новое приложение «Разговор с Богом». Вы сможете установить напоминание о том, что хотите помолиться, и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота.